Добрый день! Сегодня у нас 192 серия, называется «Медленные силы». Продолжение дискуссии об алгоритме перехода, который можно посмотреть в 136 серии кратко, или в дискуссии «Философ-психолог номер 4» длинно. Вот хочу обсудить вот такое замечание. Зельманов Игорь, это справа его фотография на Фейсбуке, а на Ютубе он задаёт вопрос. «Обсуждая алгоритм перехода, хочу спросить, нужно учесть всех акторов, способных повлиять на ситуацию, но где народ, где криминал, где бюрократы-чиновники и так далее, и так далее?» И вот отвечу на вопрос про всех акторов, которых необходимо учесть. Кто помнит учебник Пёрышкина по физике, там была такая задача. Вот висит тяжёлый шар на нитке, подвешен к потолку, и книзу ещё одна нитка подвешена. Так вот, если тянуть за нижнюю нитку, какая оборвётся нить, верхняя или нижняя? Правильный ответ вот какой. Если тянуть быстро, то оборвётся нижняя нитка, а если тянуть медленно, то оборвётся верхняя нитка, потому что появится вклад тяжести самого шара, шарика, и нагрузка на верхнюю нитку будет больше. Поэтому здесь важен фактор времени, о чём не было упомянуто при постановке задачи. Так вот, если мы хотим учесть всех акторов, то следует понимать, что они делятся на медленные силы и на быстрые силы. Быстрые силы могут прийти в движение быстро, медленные силы будут мобилизовываться долго, и, непонятно, нужны ещё центры кристаллизации этих групп. К медленным силам как раз можно отнести народ, криминал, бюрократов и другие группы. А вот силовики, избиркомы вместе с депутатами и судебно-правовая система губернаторы – это быстрые силы. И вот как раз эти четыре силы я и вплочил в свою быструю модель. Но есть ещё один человек, которого мне бы хотелось вовлечь в полемику, он обо мне ничего не знает, к сожалению, и я не знаю, как с ним связаться – это Сергей Гуриев. Он завёл свой YouTube-канал и приглашает экспертов, чтобы обсуждать ближайшее будущее, чтобы иметь возможность, когда что-то сделать, эта возможность появится, не причитать, что же делать, а иметь ясный план действий. Так вот, нынешнее видео – это ответ не столько Игоря Зельманова, сколько Сергея Гуриеву, потому что... И наши выводы вот какие. Если действовать быстро, то влияние медленных сил можно не учитывать. Если действовать медленно, то список участников становится на порядок длиннее, и рассчитать последствия становится на порядок труднее. Сергей Гуриев не учитывает различия между быстрыми и медленными планами, поэтому аргумент «учесть всех акторов» работает против него в полную силу. «Быстрый план» должен провести перенастройку быстрых сил на новые способы взаимодействия. Успешный «быстрый план» должен открыть дорогу медленным планом и включить участие медленных сил в уже созданных на первом быстром этапе разумных рамках. Ну вот и всё на сегодня. Продолжение следует. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok